День. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Да, мы тут возмущаемся, что не оборвалась песня на самом интересном месте. А вот интересно, кстати, вот если песня не успела... Если она не успела прозвучать на радио полностью, сколько получит исполнитель и автор музыки? Полную сумму за... или всё-таки 50%? Ай, коварные вопросы! Да, сразу и спросим. У нас ведь на связи исполнительный директор Лайпа Лена Грина. Мы договорились о том, что каждый будет говорить на комфортном ему языке. И доброе утро, Лабрейт. Доброе утро, Лена. Госпожа Грина является исполнительным директором Латвийского объединения исполнителей и продюсеров. Да, так вот сразу вопрос. Действительно, если песня не успела прозвучать по радио до конца, автор получает свои отчисления или нет? Доброе утро. Да, 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 да. Действиямс ацканёшанас силгумс, тише веидар саистīтся на атлитзиву, кое саинима, ган авторс, ган изпильдитаяς, и апреченот шоу атлитзиву максу, идикаем цвейрага дзизмесатсканошану цилгуму, а то, как секунды шоу дзизмесканая. Нескатутись то, что вы отсканете всю дзизму или отсканете 10 секунд, то авторс, исполнитель и продуцент принимает дзизмесатсканошану в юз радио. Так, мастерин Зултарьев, мажемый звук режиссор. Ну, контору денег заплатит за эту песню. Все равно заплатили, так могли бы и послушать. Ну, ладно, смех смехом. На самом деле, отправной точкой, причиной нашей сегодняшней виртуальной встречи с Леной исследование, которое провело Лайпа в сотрудничестве с Центром социологических исследований Кантар о потреблении латвийцами музыкой, о том, что мы слушаем стилистически, на каких платформах, на каких носителях, в каком возрасте, какие вкусы у нас меняются, и как на потреблении музыки отразились ковидные различные ограничения и условия. Ну и, наверное, может быть, мы бы попросили рассказать подробнее нашим слушателям, каким результатом пришли вы в результате этого исследования. Действительно, павли, я лкавида на прослушивание музыки стали больше слушать, меньше, как изменились вкусы слушателей. Да, Поздравляю, мальчиков, мальчиков. Мальчиков, мальчиков. Мальчиков, мальчиков. Мальчиков, мальчиков. Мальчиков, мальчиков. 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 на стриминговых платформах или другим способом? Да, месом, петли по музыке жанрами, уздаваем человеку, и мы хотим, как музыка жанра измелась. И так что классическая музыка есть 6%, которые, как истиндивно, есть лабстрадающиеся и показывают то, что мы уже есть интересы классической музыки, и вели мы шоу классическую музыку патерет. Ну, я мес поскатамесь аттектику от калпу по классическую группам, как классическую музыку измелась, то, как классическую музыку измелась и дот прегшруку и дзивотай, которые живут томатом Рига сапкартнением. У нас классическая группа мунард 50-60 гадей. Та рада петли, что классическую музыку измелась калпу, которые живут веком группе на 50-60 гадей. веки и дзивотай. Скажите, входит ли туда, например, саундтреки, считается ли это, что это классическая, ну, академическая музыка, если это саундтрек к фильму, ну, симфонический саундтрек, например, пираты карибского моря, человеку хочет послушать. Или это уже не... Да, У меня еще просто один такой вопрос, который меня всегда мучает. В равной ли степени получают равен вклад музыканта, композитора и поэта, если мы говорим про песню, а получают ли они в равной степени, ли кто-то считается главнее, а кто-то нет? Продолжение следует... Продолжение следует... Так, у нас есть еще минутка, у нас просто разрываются звонки. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Да, еще вопрос, я насчет Битлз говорил. Я люблю сверхкачественную музыку. Сверхкачественную может только на УКВ, радиостанции. У меня ламповый приемник симфония с колонками, поэтому куда там эта девушка говорит обращаться, я по компьютеру вообще ничего не слушаю. Спасибо, да. Спасибо, да. Спасибо. Ну вот такой, да, меломанный сноб. Прямо, скажем, ламповый. Только вот... Конечно, там звук такой, что ни один YouTube не сравнится. А чисто практический вопрос, вот если музыка там 60-х, мы понимаем, что могут уже не быть в живых и исполнители, и авторы. Куда дальше уходят? Кому уходят отчисления за песни? Например, ну где уже умерли или исполнитель, или автор песен? Мантинеки. То есть это наследники получают, да, понятно. Да, это ликвово порадзается, что все эти авторы и благостительные парият от Мантинеки. Всегда найдется, кому заплатить. Вообще же результаты поражают. Ежедневно музыку слушают 93% латвийцев. Ну и самый популярный, конечно, жанр это... Популярная музыка. Популярная музыка, да. Сколько там, 16%? По-моему. Все эти числа будут в наших публикациях на портале MixNews.lv. А сейчас настала пора нам поблагодарить. Спасибо большое. Исполнительного директора Латвийского объединения исполнителей и продюсеров. Огромное спасибо. Хорошего дня. А мы говорили о том, какую музыку мы слушаем, на каких платформах, где мы ее берем, какие жанры самые популярные. Что ж, продолжаем слушать музыку, продолжаем читать портал MixNews.lv. Хорошего всем дня.